Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадык. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации городского округа Щелкова Никита Никулин. Добрый вечер, Никита Александрович. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, жители. Сразу для наших зрителей уточню, да, Никита Александрович курирует у нас строительный комплекс нашего городского округа. Вы, или более подробно, да, заместитель главы администрации городского округа по строительству. Поэтому, естественно, все вопросы, которые вы будете нам задавать, так или иначе, будут связаны со строительством. Но в чем она заключается, мы сейчас будем подробно разбирать. Итак, если можно для начала такую вводную. Каковы вообще приоритетные направления работы строительного комплекса нашего городского округа? Приоритетные направления нашего городского округа по строительству, они в первую очередь связаны, конечно же, со строительством соцобъектов. Конечно же, это индивидуальное жилищное строительство, это многоквартирное жилищное строительство, это очень важный социальный блок архитектуры и градостроительства, то есть это благоустройство общественных зон, общественных пространств, то есть это разработка разных концепций наших парков, общественных территорий и так далее. То есть, безусловно, можно особое внимание выделить, это же, конечно же, по строительству наших, в первую очередь, соцобъектов. То есть, как уже известно, в ближайшие три года будут построены семь школ за счет бюджета Московской области, Щелковского района, две школы за счет инвестиционных средств, итого девять объектов. Также хочу отметить, что в ближайшее время в течение четырех лет нам предстоит построить семь детских садов за счет бюджетных средств. Мы прекрасно знаем, что большой дефицит в местах, в дошкольные учреждения. В связи с этим Андрей Юрьевич Воробьев принял решение, то есть выделить средства на строительство детских садов. И мы активно продолжаем проектирование и будем готовиться к строительству. Это очень важного социального объекта бассейна в Монино, реконструкцию действующего бассейна, который, мы знаем, необходим. И очень надеемся, что в ближайшее время мы уже попадем в программу по строительству двух спортивных объектов на территории непосредственно самого города. На территории муниципального учреждения «Романтик». Это предполагается гимнастический зал для спортивной гимнастики. И бассейн в Щелково-7. Мы активно готовим земельный участок, привязываем типовые проекты на этот земельный участок. После согласования с Министерством имущественных отношений мы, соответственно, надеемся, что мы попадем в программу и будут выделены деньги на строительство этих объектов. Андрей Юрьевич поддержал нас в этом вопросе, но поставил задачу для приведения в порядок всех этих участков. Спасибо. Ну, давайте теперь будем более подробно говорить именно по порядку, наверное, как вы перечислили все эти основные направления. Ну, начнем, наверное, с многоквартирных домов, причем, может быть, наверное, наиболее, так скажем, больной, уж извините за тавтологию, вопрос, это расселение ветхого и аварийного жилья. Люди годами живут, действительно, бывает, в нечеловеческих условиях. Мы все прекрасно помним, уже, слава богу, получили квартиры и жильцы пресловутой казармы в Первом Советском, и конюшни на новой фабрике. Переехали в новые комфортабельные дома, причем практически рядом с прежним своим жильем. То есть, никуда далеко ходить не надо, буквально в нескольких сотнях метров. Основная проблема сейчас, насколько я знаю, остается еще, конечно, с жителями Воронка, Дальнего Воронка, где многие живут еще в бараках, в деревянных домах, постройки, уж я даже не знаю. Ну, до военной постройки, наверное, не позапрошлого века, конечно. Как с этим обстоят дела сейчас? Мы не стоим на месте, мы все прекрасно знаем, изменилась немного экономическая ситуация в стране, то есть спрос очень сильно упал на квартиры. Вы сейчас говорите про именно те микрорайоны, которые должны застраиваться за счет инвесторов-застройщиков. Я хочу отметить работу компании Векострой, которая благополучно выполнила все свои обязательства на микрорайоне Гагаринский. Она полностью расселила на все аварийные дома, которые были у них в обязательствах. Это буквально произошло в том году. Я хочу отметить работу инвестпроекта Москва. Это 17-й микрорайон, это улица Центральная. Они застраивают на сегодняшний момент дома. И мы знаем, что уже в 2020 году достаточно большая часть квартир будет переселена. И жители об этом знают, мы регулярно проводим встречи. То есть наглядно можно видеть уже построенный каркас дома. То есть идет сейчас облицовка этого дома. Также хочу отметить работу по самым проблемным двум микрорайонам. Это 5-й и 7-й микрорайон на Дальнем Воронке. То есть если мы говорим про 7-й микрорайон, это компания застройщик ЮниТекс. На сегодняшний момент мы все-таки добились того, что проект планировки, он все-таки размещен в информационной системе. И по договоренности с этой компанией, то есть мы планируем расселение первых 4 домов уже в этом году. Также хочу отметить, что благодаря поддержке Андрея Юрьевича Воробьева и министра Министерства жилищной политики Инна Аркадьевна Федотова, нам удалось внести в программу 5 аварийных домов с Дальнего Воронка, как раз микрорайона номер 7, которые тоже планируются к расселению уже в 2020 году. То есть итого, получается, в течение года мы должны расселить 9 домов. То есть мы считаем, что это абсолютно реальные сроки, и мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее эти дома были расселены. Жители видят прекрасную работу и по 5-му микрорайону, где на сегодняшний день 6 домов компания Олимп Альянс уже расселила. Дома стоят пустые, они еще пока не снесены, ограждены забором. Эта компания получила разрешение на строительство новых домов. Сейчас защищает проектное финансирование в Сбербанке и Дом РФ. После того, как будет согласовано финансирование, то есть им откроется такая возможность, то есть они приступят к строительству. Соответственно, процесс тоже будет запущен в ближайшее время, и дома также продолжат расселяться, то есть в направленном нами ракурсе. Ну и хотел бы отметить, конечно, старые дома, они постоянно требуют себе особого внимания, то есть мы стараемся все те дома, которые не попадают ни в инвестконтракты, ни в инвестсоглашения, ни в договора о развитии застроенных территорий, мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы эти дома были внесены в программу по расселению аварийного жилья. Программа создана при поддержке Московской области, финансирование оказывается из бюджета Московской области при нашем софинансировании. Такие договоренности тоже есть, мы работаем в этом направлении, и мы надеемся, что около 15 домов уже в ближайшее время попадут в эту программу. Ну вот если говорить конкретно, вы упомянули 5-й и 7-й микрорайоны, это, понятно, район Воронка, куда конкретно переселять их будут? Все-таки далеко или нет? Я имею в виду, близко было, как с Первой Советской переехали на Краснознаменскую 17, да, и Новая Фабрика 4, дом вырос буквально в 100 метрах от старого жилья. Здесь людям придется далеко уезжать от прежнего места или нет? Я скажу так, что в тот момент, когда вопрос уже подойдет к периоду переселения, расселения, то исключительно люди будут получать квартиры в тех домах, где будет такая возможность, именно в черте города Щелково, именно городского поселения Щелково. То есть не в границах всего округа и бывшего Щелковского района, а именно непосредственно в черте населенного пункта. Ну вот скажем тот же микрорайон Гагаринский, да, вы сказали, что выполнил застройщик свои все обязательства, а туда переехали, откуда? Оттуда там переезжали, некоторые переезжали из Воронка, кто-то переезжал с насосного завода, часть переезжала непосредственно из Чкаловской, то есть с разных мест переезжали люди на Гагаринскую. Ну понятно, да, нет, насосный завод в Чкаловской все-таки близко, рядом. И С Воронка есть тоже, да. С Воронка все-таки Воронок центр считается, а Гагаринская, ну, окраина. Ну, в частности, с Парковой улицы переезжали люди. Тем не менее, люди довольны, конечно. Ну, во-первых, это больше квартиры, да, то есть это квартиры новые, то есть муниципальная отделка, то есть это квартиры с лифтами, да, то есть квартиры там с балконами и так далее. То есть условия для проживания именно в этих квартирах, конечно же, лучше. Ну, соответственно, застройщик нашел со всеми общий язык. Ну, вот если говорить о более отдаленной перспективе, уже переселили всех в новые дома. Ну, давайте опять возьмем это пространство в районе Воронка. Может быть, участок между Центральной и Первомайской, где вот как раз очень много этих деревянных бараков. Все получили новые квартиры, переехали, ну, а что будет со старым фондом? Его будут сносить и на этом месте что-то еще будут строить? По условиям инвестиционных контрактов и ДРЗТ, то есть там предполагается новая застройка. Как раз те застройщики, которые сносят, расселяют этих жителей, то есть они за счет этого застраивают новое жилье. То есть и там проекты планировки уже утверждены, то есть есть план развития этих территорий. Это прописано также в генплане городского поселения Щелково, не Щелковского района на тот момент, сейчас уже в округе. И, соответственно, в правилах землепользования застройки это также отображено. Ну, как пример, наверное, это ЖК Центральный, да, который тоже возводится, по сути, на месте старого фонда. Да. Никита Александрович, предлагаю посмотреть короткий видеосюжет, который мы снимали в начале апреля на заседании строительного часа в администрации нашего городского округа, где как раз речь шла о том, о расселении старого фонда и о том, где будут получать новые квартиры. Давайте посмотрим очень короткий сюжет. Давайте. Компания Веста-2001 строит в Щелково и микрорайон Пустовский организация времена социальными обязательствами. И предстоит расселить три многоквартирных дома. В частности, два расселены, по остальным квартирам распределены. Ранее застройщик построил здание, в котором сейчас размещена художественная школа. Под расселение застройщик выделил больше квартир, чем от него ждал город. При норме в 9% от общей площади дома компания предоставила 22, превышение на 1000 квадратных метров. В ближайшие годы Веста-2001 на месте Ветхого фонда в Первом советском переулке построят четыре высотки. Застройщику предстоит скорректировать охранную территорию Троицкого собора, в черту которой вошла одна из запроектированных высоток. Но процесс, как говорится, пошел. За очередниками из Ветхого дома зарегистрированы квартиры. Ну это вот такой, скажем, позитивный пример, да, все хорошо делается, проблемы маленькие возникают, но они решаются легко. Но не секрет, конечно, что у нас и остаются серьезные проблемы, есть и обязательства, не выполненные со стороны застройщика перед дольщиками. И, естественно, слово «долгострой» тоже встречается у нас достаточно часто. Мы тоже, естественно, свою лепту вносим, я имею в виду, наша телерадиокомпания, конечно, и по объектам этим ездим, и освещаем проблемы. Давайте, может быть, конкретно пройдемся уже тоже, наверное, все помнят, это и ЖК «Горизонт», «Литвиного сити», «Восточная Европа». Как там сейчас обстоят дела? Ну, с горизонта давайте начнем. Давайте начнем с горизонта, да. Ну, как известно, этот жилищный комплекс состоит из трех домов. Общая площадь порядка 30 тысяч квадратных метров. Начало строительства – это 2014 год, конец. По плану должны были в течение двух с половиной лет ввести этот ЖК в эксплуатацию, но, к сожалению, что-то пошло у застройщика не так. Мы на особым контроле держим и держали этот жилищный комплекс. С каждым днем все хуже становилось и хуже. И буквально с декабря уже того года, с ноября-декабря того года, то есть мы взяли эту ситуацию под свой личный контроль. Практически отстранили уже от этой застройки непосредственно самого руководителя. То есть ведем диалог с дольщиками, ведем диалог с проектной организацией. И в ежедневном формате пытаемся найти инвестора-застройщика, который мог бы подхватить этот проект и достроить. Также хочу отметить, что на особым контроле этот ЖК находится и в правительстве Московской области. Непосредственно курирующий зам Юлию Михайловну Барину ведет мониторинг еженедельный по этому объекту. Также пытаемся найти разные выходы из этой сложившейся ситуации. Но на сегодняшний момент мы понимаем, что мошенничество со стороны застройщика не выявлено. Правоохранительные органы очень кропотливо и тщательно проверяли и не один раз этот проект и этот объект и всю финансовую модель. Но я думаю, что в этом году мы сможем эту ситуацию разрешить и найдем подходящего инвестора, который мог бы достроить этот объект. Всем абсолютно без исключения застройщиков Щелковского муниципального округа направлены обращения с такой просьбой. Также мы сделали обращение в Ассоциацию застройщиков Московской области, чтобы они смогли помочь нам в решении этой проблемы. Несколько инвесторов-застройщиков откликнулись. Мы снабжаем их всей необходимой информацией. Будем ждать результатов. Пока результата нет. Ну и как иллюстрация, еще фрагмент с того же самого заседания в начале апреля. Предлагаю нашим зрителям посмотреть, как сейчас обстоят дела в ЖК «Горизонт». Давайте посмотрим. Строительный комплекс «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский построен на 72%. Выполнены технические условия по подключению всех трех домов к инженерным сетям. Подведена теплотрасса, трубы канализования. Собрана под ключ электроподстанция. Близки к завершению работы по остеклению, монтажу, внутриквартирной разводке. Объект находится на контроле в правительстве области. Власти и бизнесы ищут возможности достроить дома. Перспективы дальнейшего строительства обсудили на строительном часе администрация с участием представителей госстроенадзора и глав архитектуры. Застройщику предложено скорректировать график строительства с учетом последних изменений и начать готовить документы к сдаче дома. Почему я такое внимание обращаю именно на горизонт? Во-первых, действительно достаточно оригинальный комплекс по архитектуре, в отличие от более стандартных проектов, которые у нас возводятся, в основном уже на крайних микрорайонах. Во-вторых, живописное место, исторический центр, можно сказать, поселок Чкалский, на берегу озера. Много там людей-то ждут уже? 450 человек. Это те, кто уже внес свои средства? Нет, это те, кто уже на данный момент, да. Да, 450 человек. Что хочу отметить, и в ближайшее время буквально начнется строительство прям под окнами школы новой. И место, конечно, уникальное. Один из лучших, я бы сказал, проектов, которые были реализованы в последнее время, или реализуются, правильно сказать, на территории Чкалского округа. И подземный паркинг, и рядом, правильно бы сказали, живописная зона с прудом. Прогулочная зона, благоустроенная территория. То есть и 9 этажей. Панорамное остекление. То есть проект, на самом деле, очень хороший. Но, к сожалению, бизнес-модель вышла не такой хорошей, как сам комплекс. Ну, причем здесь именно такие, действительно, объективные финансовые трудности. Не мошенничество, как вы сказали, да. Ну, а вот как обстоят дела с Литвиного Сити? Там, насколько я помню, были вскрыты нарушения. Там вот как раз мошенничество, да. То есть человек объявлен, застройщик объявлен, помимо федерального розыска еще и в Интерполе, то есть его ищут по всему миру. Там факт мошенничества налицо. Выявлено было очень много денег, почти там под миллиард. Активно занимаются эту работу, ведут правоохранительные органы. Вот. Ну, взаимодействуем как с прокуратурой, так и с МВД по этому вопросу. С правительством Московской области также, да. Дольщиков, конечно же, там больше, порядка 800 человек. Но там и площадь больше. Да, и площадь самого комплекса больше, порядка 50 тысяч квадратных метров. Но я хочу отметить, что мы подготовили концепцию по развитию и решению этой сложившейся проблемы. Мы подобрали два участка, то есть которые могли бы быть предоставлены застройщику-инвестору для реализации и строительства новых домов в счет компенсации как раз этим дольщикам. Концепция была представлена Андрею Юрьевичу Воробьеву. Также на проработке она находится в Министерстве Минжелполитики Московской области, даны замечания. Мы сейчас отрабатываем все эти замечания. Хочу отметить, что в ближайшее время, я думаю, мы снимем все эти замечания и начнем уже предоставлять эти земельные участки для потенциальных инвесторов, которые смогут нам помочь в этой ситуации. Инвесторы есть, они подобраны, они письменно дали свое согласие на вхождение в эти проекты. То есть осталось, как говорится, уже вопрос подвести, закрыть технический вопрос. Ну, насколько я помню, какое-то время назад шла речь о том, что вообще сносить этот комплекс и на его месте или рядом строить новые, потому что там действительно коробки еще как такой практически нету. Если мы слышали, да, из сюжета тот же горизонт готов на 72%, но и видно, что дом почти что целый, то там-то как раз, я не знаю, конечно, сложно проводить такую аналогию, да, ну, 32% может быть, да, или даже меньше. Там меньше процент готовности, там меньше 25% готовности. Тем более, да. Да, ну, необходимости в сносе этого комплекса нет, абсолютно. То есть мы пошли по другому пути, как я уже говорю. То есть мы готовы предоставить земельные участки комбинационные в другом месте. То есть мы не подразумеваем размещение жителей именно в этом комплексе. То есть в связи с тем, что запущено конкурсное производство, этот объект находится в банкротной массе, очень много кредиторов на сегодняшний момент. Мы прекрасно понимаем, что этот вопрос не быстрый. И если мы останемся с этим объектом, да, то это в лучшем случае через 2-3 года. Мы не хотим столько ждать, мы хотим сделать это быстрее, решить эту проблему. Вот, поэтому мы предоставляем альтернативные участки. Ну, еще один, так скажем, не такой проблемный, но все-таки проблемный объект, который как-то неожиданно вроде им стал, это ЖК «Восточная Европа» в Движих озерах. Насколько там ситуация критическая? Ну, там ситуация не настолько критическая, конечно, как с теми предыдущими объектами. Из 9 домов в первую очередь изданы 6, они введены в эксплуатацию. Да, есть жалобы и на управляющую компанию, есть жалобы и на водоснабжение, есть, были жалобы в зимний период на отопление, то есть, но, как мы знаем с вами, да, то есть запущена котельная, газ подведен котельной, и мы в первом, в зимний период мы ее запустили, то есть полноценно сейчас идет в домах горячая вода, и, соответственно, отопление уже в домах есть, по постоянной схеме подведено электричество. Сейчас главный вопрос состоит в том, чтобы запустить остальные последние три дома. Мы делаем все возможное, также каждый день встречаемся практически, ну, практически каждый день встречаемся с застройщиком, вот, в ручном режиме управляем этим процессом, вот, и делаем все, конечно же, возможное, чтобы эти дома были видены. Хочу отметить, что станция водоподготовки, значит, водозаборный узел, котельная, они получили заключение о соответствии всех этих объектов, и мы на сегодняшний момент ждем вот в эксплуатацию и этих инженерных объектов. После этого будут введены три дома. Никита Александрович, такой вот сейчас в процессе того, как вы говорили, родился такой, может быть, несколько дилетантский вопрос. Все-таки, когда, скажем так, заканчивается сфера вашей компетенции, имеем в виду строительного комплекса, да, и переходит в сферу управления ЖКХ, потому что, вы сейчас сказали, дома сданы, да, вот эти шесть домов в тех же, в той же Восточной Европе, да, но есть нарекания со стороны жителей. То есть, вот вы сейчас говорите, это все равно, вы продолжаете их курировать? Конечно. Есть гарантийные обязательства у любого застройщика. И, как вы уже говорите, что наша сфера ответственности, наверное, должна заканчиваться после ввода в эксплуатацию, да, и входа туда новой управляющей компании, да, либо временной управляющей компании на два-три месяца. Но мы никогда не бросаем жителей, то есть, если есть жители, которые в первое время сталкиваются с проблематикой какой-то, да, то есть, мы всегда с ними встречаемся, проводим встречи, если есть такая необходимость, проводим штабы, но если острая необходимость, мы приглашаем настройчас к главе, вот как, собственно говоря, последняя была встреча с нашим застройщиком, промриэл, который вел полтора года назад три дома в эксплуатацию, это радиоцентр, то есть жители пришли с жалобой на работу лифтов, на отделку мест общего пользования, вентиляционные шахты были не везде смонтированы, пожарная сигнализация ненормативно работала. Вот, соответственно, все эти вопросы глава выслушал, зафиксировал, дал поручение структурным подразделениям в кратчайшее время отработать вместе с застройщиком по всем этим замечаниям, несмотря на то, что уже есть там управляющая компания. Ну, а вопрос невольно возникает, а как же тогда удалось сдать этот дом, ну и, соответственно, принять, если такие достаточно серьезные недоделки, как вы говорите? Ну, зачастую бывает не совсем что недоделки, дома всегда сдаются гостру и надзору по тем регламентам и, соответственно, в нормативном качестве. Зачастую это бывает мародерство, воровство, то есть вандализм и так далее. То есть связано, как правило, это бывает с этим. Либо недобросовестные управляющие компании, которые заходят на эти дома и выполняют недоброкачественно свою работу. То есть запускают ненормативно, то есть инженерные системы, да, либо их вообще не обслуживают. А так как управляющая компания может в любой момент развернуться, уйти, ну, соответственно, застройщик зачастую приходит на помощь. Никита Александрович, вот у нас осталось буквально совсем немного времени до перерыва. Хотелось бы закончить, ну, скажем, на более оптимистичной ноте, поэтому предлагаю еще один короткий видеосюжет посмотреть о, ну, так скажем, хорошем застройщике, который действительно выполняет все свои обязательства и опять это связано тоже в некотором роде с микрорайоном Чикаловский. Давайте посмотрим. Новый дом на карте города. Жилищно-строительный кооператив Велес на Институтской улице в микрорайоне Чикаловский завершает строительство дома с пристроенным паркингом. На еженедельном строительном часе обсудили вопрос передачи инженерных сетей, муниципальной собственности и дальнейшие планы инвестора. Да, в июне месяце создаем. Осталось благоустройство, безопасный регион и уличка освещения. За моей спиной тот самый дом на улице Институтской, который компания Велес построила в строго установленные сроки за два года. На первом этаже нежилое помещение, на остальных 188 квартир. Из них пять будет передано муниципалитету. Четыре однушки и одна трехкомнатная. И еще 9 миллионов рублей компания передает на строительство школы в Чикаловском. Там пять квартир и 9 миллионов, которые на школу, на пристройки. В какие сроки на школу средства получают? До момента получения разрешения на год. Да. Май-июнь. Май-июнь. Да, да. Компания планирует строить в округе и дальше. ЖСК разработала концепцию под застройку 9 гектаров. Ну, про эти 9 гектаров мы сейчас говорить не будем. А вот то, о чем было сказано в репортаже, строительство школы, вы уже упоминали, да, это или новая школа, или все-таки, как ее раньше называли, пристройка к школе номер 11. Но об этом мы говорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, не забывайте, что в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации городского округа Щелкова по строительству Никит Никулин. Телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Через 3-4 минуты. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации городского округа Щелкова по строительству Никита Никулин. Еще раз здравствуйте, Никита Александрович. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а первый зритель уже у нас есть, во время прерыва позвонил. Так что предоставляем вам слово. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий Георгиевич. Значит, алло. Да-да, говорите, слушай. У меня такой вопрос. Здравствуйте. Вот идет строительство моста нового через Клязьбу. А я читал, что будет проезд к нему, подъезд к нему через переезд в деревню Хотова, там, где раньше когда-то был проезд. Там будет астакада, строительство астакады якобы. Вот когда это строительство астакады предусматривается? Если ее не будет, то мост к хвосту-то не подъедешь никаким образом. Можно доотвечать? Спасибо, да, Никита Семенович. Анатолий Георгиевич, спасибо за вопрос. Вы абсолютно правы. Разработан два года назад был проект планировки территории так называемого Восточного объезда. Первый этап реализации Восточного объезда – это как раз строительство того моста, который мы с вами видим на данный момент на улице Фабричной. Второй этап – это строительство Восточного объезда. Это от нового моста, который строится до РТП поселка, это до Фряновского шоссе с выходом через Стильные кухни. И как раз третья часть реализации этого проекта планировки Восточного объезда – это как раз истакада в районе улицы Хотовской через железнодорожные пути. По планам реализации этой истакады составляет 23-25 год. Не раньше. Ну а не будет сейчас, что построят мост, ведь уже в этом году его собираются создать. Я помню, по планам это примерно ноябрь. Что касается строительства нового моста, который строится на сегодняшний момент на улице Фабричной, мы планируем сдать в эксплуатацию этот мост в ноябре месяце этого года. Открыть автомобильную дорогу, которая сейчас перекрыта на улице Фабричной, уже в мае месяце. Ну а дальше мост откроется в ноябре? Да, в ноябре, конечно, откроется, будет возможность проезжать на улицу. То есть с Фабричной на Заречную? На Заречную, да. То есть с Фабричной на Заречную будет возможность проезжать. Но вторая часть реализации как раз этой дороги, это как раз от Заречной и до поселка РТП. До Анафреновского шоссе. Ну а дорога все-таки там будет сделана? Конечно, безусловно. До Заречной? Да, и до Заречной будет сделана дорога. То есть промежуток этой трассы, над которой мы сегодня работаем, это составляет 800 метров, чуть меньше километра. И это будут две полосы. Так что все подъездные пути к этому мосту будут полностью отремонтированы, сделаны. То есть все в соответствии с проектом. Спасибо, Никита Александрович. Ну, продолжим наш разговор. Мы обещали нашим зрителям поговорить о строительстве социальных объектов. И вот как пример прозвучала тема строительства, опять же, сейчас не могу точно сказать, пристройки или нового отдельного здания для 11-й школы на Чкаловской. Ну и, соответственно, все другие школы, которые у нас будут построены в ближайшее время. О них тоже мы постоянно говорим. Ну, давайте начнем с 11-й школы, раз уж тема началась. Ну, как я уже говорил, что в ближайшее время планируется строительство семи школ на территории Чкаловского округа. Это за счет бюджета Московской области и нашего софинансирования. Что касается школы на улице Институтской, эта школа будет отдельно стоящая, новая инновационная школа на 550 мест. Это будет не пристройка, как в предыдущем проекте. Подчеркиваю, это будет отдельно стоящая школа. Мы прошли на сегодняшний момент все согласования. И все документы находятся в Министерстве строительного комплекса и в Комитете по закупочным процедурам. То есть мы ждем опубликования закупки на строительно-монтажные работы в этом месяце. То есть и очень надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Что все нерешенные вопросы, которые были по этой школе, их было много, и согласование с аэродромами, и согласование с рыбхозом, и были санитарно-защитные зоны, и каким-то образом выскочили леса Министерства обороны Российской Федерации. Все эти вопросы были сняты. На сегодняшний момент мы готовимся к размещению этой закупки. Ну, вот, я не знаю, места там хватит вообще? Места там хватит. Это же не башня жила. Места там хватит. То есть, как я уже говорил, школа будет высокоэффективная. То есть на 12 тысяч квадратных метров. Будет на сегодняшний день бюджетное финансирование на это выделено. Планируется открытие этой школы 1 сентября 2020 года. Ну, собственно, ждать осталось недолго. Ну, вот, а вот эти цифры, да, что вы упомянули, 7 школ, ну, я имею в виду бюджетные, в это число входит то, что уже строится. Ну, я имею в виду Медвежьо-Озерская школа и Солнечная школа. В эти школы входит Медвежьо-Озерская школа, пристройка на 275 мест. Жители знают, что немного мы оттянули срок строительства. Связано это было с недобросовестным застройщиком. Что же там сменилось? Да, мы поменяли этого застройщика. На сегодняшний момент объявлены конкурсные процедуры, финансирование на дострой этой школы есть. Отстаем мы от графика на сегодняшний момент примерно на 3-4 месяца. И мы не сомневаемся в том, что школа будет сдана в этом году и делаем все возможное, чтобы она открылась 1 сентября, безусловно. Как говорится, хороша ложка к обеду. Конкурсные процедуры по укомплектованию этой школы уже проведены. Школа готова на 75%, закрыт контур, вставлены все окна. На данный момент работы мы не останавливаем с помощью наших инвесторов. Активно работы ведутся по штукатурке стен внутри помещения. Активно работы ведутся по стяжке полов. И уже буквально на этой неделе начались работы по благоустройству территории. Поэтому мы трезво смотрим на эту ситуацию и понимаем, что к 1 сентября она может быть готова. А микро-район Солнечный? В микро-районе Солнечном отставания от графика нет. Все в графике. Объект очень интересный, непростой. Но тем не менее на таком маленьком земельном участке, всего лишь 2 гектара, мы умудрились вместе с проектной организацией разместить огромную школу, сохранив все элементы благоустройства, спортивные площадки. Был очень серьезный вынос коммуникаций. Одних только кабельных линий пришлось выносить порядка 50. Я уже не говорю про отопление, систему канализации, водоснабжения и так далее. На сегодняшний день проект готов уже практически больше, чем на 50%. Регулярно идет финансирование с Московской области без сбоев. Что особо хочу отметить и поблагодарить правительство Московской области. На объекте работает 120 человек. Как вы уже знаете, регулярно проходят штабы. Недавно совсем Сергей Викторович Карелов приезжал, проводил сам лично штаб на этой школе. Я думаю, что можно сказать, что мы довольны темпами строительства этой школы. И делаем все возможное, чтобы в этом году она была видна в эксплуатацию. Это, понятно, уже объекты, которые мы можем видеть и осязать. Но есть уже те проекты, которые пока еще только-только в планах. Хотя бы я имею в виду школу в Жигалове. И то, что недавно рассматривалось на стройчасти, это новая школа в микрорайоне Финский. Как с ними? По школе в Жигалово также я хочу отметить, что активное строительство началось. На объекте находится уже порядка 60 человек. Начаты монолитно-бетонные работы. Все работы на данный момент проходят в графике. Также мы совсем недавно проводили штаб строительства регулярный. Также на нем присутствовал Сергей Ильич Карелов. То есть провел этот штаб. Опасений никаких нет. Уверен, что к 1 сентября 2019 года эта школа будет закончена. На сегодняшний день, понимая, что этот участок очень стеснен по площади, есть определенные недовольства у жителей, но приношу свои извинения. К сожалению, будем делать все возможное, чтобы построить этот объект как можно быстрее. Потому что школа нужна. Это важный объект. И уж в Жигалово особенно. Мы знаем, какая там напряженность. Мы сколько раз говорили о том, что детям приходится через железную дорогу ходить. Две школы у нас сейчас находятся в активном проектировании. Это школа на улице Шмидта. На 275 мест отдельный корпус. Мы находимся в экспертизе государственной. От 7 лицея, да? Как филиал. Да, в третьем квартале мы планируем начать строительство этой школы. Это будет очень инновационная школа с панорамными окнами, с видом на клязьму. Очень уникальное место, ландшафтное место. Рядом с набережной. Правильно, как вы уже сказали, это будет отдельный корпус около лицея номер 7. И школа в микрорайоне Потапово, микрорайон Финский, так называемый, в самом сердце этого микрорайона. Будет размещена школа на 825 мест. Идет активное проектирование. Мы уже подошли к экспертизе. Буквально в мае месяце уже будем входить в экспертизу государственную. Финансирование на эту школу также выделено. И не видим опасений по срыву сроков. Эту школу планируем начать строительство в четвертом квартале 2019 года. То есть уже в этом году? Да, и последняя школа, которую мы планируем проектировать за бюджетные средства, это школа в новом городке. Эта школа у нас идет с небольшим опозданием. В связи с тем, что рядом находится санитарно-защитная охранная зона Лосиного острова. Нам пришлось практически полгода согласовывать этот земельный участок. Вопрос вносился на уровень Министерства природопользования Российской Федерации для того, чтобы согласовать строительство этой школы. Сейчас мы находимся на рабочей группе по согласованию этого вопроса. И уже практически сделано все для того, чтобы это согласование получить. Сразу после этого мы начинаем проектирование этой школы на 550 мест в новом городке. Никита Александрович, вы очень подробно и интересно рассказываете. У нас не так много времени, честно говоря, осталось до конца, порядка 7 минут. Давайте все-таки коснемся, так скажем, менее подробно строительства дошкольных детских учреждений, детских садов. Ну и, естественно, спортивных объектов. Давайте вот по детским садам, что планируется сделать в ближайшее время? Планируется в ближайшее время построить, конечно же, 7 детских садов. Как я уже говорил, есть серьезная потребность в строительстве этих детских садов. У нас очередь не маленькая, она увеличивается. Поэтому мы ведем очень активную работу по подбору земельных участков. Мы с вами знаем, что в густо застроенном городе очень сложно найти участок под строительство социальных объектов. Каждый участок должен быть практически по одному гектару. Нужно найти, разместить, согласовать все охранные, санитарные зоны и так далее. Но мы активно ведем работу и мы нашли эти земельные участки на сегодняшний день. Хочу отметить эти участки и там, где будут располагаться эти объекты. Одни из первых объектов будут построены на улице Некрасова. Детский сад на 125 мест. Улица Школьная. Это детский сад на территории первой школы на 190 мест. Микрорайон Богородский. Это около... Значит, в северной части микрорайона, около прудов, детский сад на 190 мест. Улица Центральная, недалеко от городского детского стадиона. Это детский сад на 190 мест. Улица Жуковского. Микрорайон Чекаловский. В районе улицы Жуковский. Это детский сад на 125 мест. Радиоцентр. Это детский сад на 125 мест. И также мы подобрали участок в городском поселении Загорянский. Вот, собственно говоря, все семь объектов, которые будут реализованы в ближайшие 3-4 года. И, как я уже говорил, планируется строительство бассейна. В Монино реконструкция старого бассейна. Это будет полноценный... Это будет именно бассейн или фок? Целый комплекс? Это будет бассейн с основной чашей. То есть и с залом для сухого плавания. По двум фокам я уже говорил, что мы готовимся к вступлению в программу. Это по гимнастическому залу на Пролетарском проспекте. А также по бассейну в Щелково-7. И хочу затронуть очень важный социальный объект, который строился очень долгое время. И на сегодняшний момент уже введен в эксплуатацию. Это регбийный стадион, который находится на территории Монино. Вы знаете, что это был очень длинный проект. Очень долго стоял как недострой. Но, к счастью, на сегодняшний момент Министерство строительного комплекса сделало все возможное. Мы отыскали средства вместе с Андреем Юрьевичем Воробьевым. И ввели восточную трибуну в эксплуатацию. То есть отремонтировали полностью. Там и спортивный зал, и раздевалки, и комната для судейства. То есть помещение есть для занятий. Он введен в эксплуатацию, пока не работает в связи с тем, что подготавливают футбольное поле. Рыбийное поле подготавливают. То есть идет активная подготовка. К нам вот недавно приезжал заместитель председателя правительства Игорь Борисович Тресков. Проверял этот объект. Дал определенные замечания. То есть дал поручение для своих структурных подразделений. Мы присутствовали на этой встрече. Хочу отметить, что остается работа в этом году по строительству западной трибуны. И первая игра, которая состоится на этом стадионе, это будет уже 1 мая 2020 года. Поэтому наша задача, как мы, муниципалитеты, то есть благоустроить прилегающую территорию, привести в порядок дороги, сделать нормативного качества тротуары, освещение, ограждение, все торговые объекты на станции. Потому что гости, болельщики будут приезжать как раз на станцию Монина, чтобы могли комфортно передвигаться до стадиона. Это очень важная работа. Мы также подготовили концепцию, представили главе, представили Игоря Борисовича Трескову. В этом году мы будем реализовывать как раз и этот проект в том числе. Большое спасибо, Никита Александрович, за ответы на вопросы. В общем, ждать осталось нам недолго. Я имею в виду в эксплуатацию основных объектов, о которых вы рассказали. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня был заместитель главы администрации городского округа Щелкова Никита Иникулин. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!